Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Окрашивание волос это не только возможность изменить оттенок. С помощью красителей можно также визуально добавить объем прически или даже скорректировать некоторые нюансы внешности. Именно поэтому каждая новая техника окрашивания это всегда сложный и трудоемкий процесс. В последние годы парикмахеры-колористы уделяют много внимания техникам окрашивания, которые обеспечивают естественный вид, плавные переходы цвета, а также глубину и объем в различных видах укладки. Добиться всех этих эффектов позволяет уникальная технология AirTouch. Несмотря на то, что на сегодняшний день очень много техник окрашивания, AirTouch позволяет достичь очень мягких переходов и независимо от каких оттенков. На сегодняшний момент никто из иностранных, американских, европейских колористов не может повторить эту технику. Прикосновение воздуха. Так буквально переводится название этой техники. Перед нанесением красителя волосы разделяют на пряди, а затем обдувают феном для того, чтобы получить максимально тонкий цветовой градиент. С помощью выдува, грамотного выдува и грамотного расположения пряди, то там очень мягкая растяжка идет. Технологию AirTouch разработал российский колорист Владимир Сарбашев. Весной прошлого года он впервые презентовал ее в Барселоне. Техника окрашивания получила мировое признание и была названа прорывом года. Сразу чувствуется, что эту технику придумал мужчина, потому что очень много черчения, очень много графики, очень много таких моментов, которые требуют строгости и четких линий. Эта техника окрашивания подходит абсолютно всем. Всем, кто захочет добавить рельефа своему цвету, добиться мягкости, бликов. Подбирается по форме стрижки, по типу волос. То есть есть трапеции, квадрат, треугольники, подковы. Все индивидуально и смотря какой эффект мы хотим получить. Аиртач вообще изначально создавался как корректирующая методика, потом уже запатентовали как Аиртач Ориджинал. Он уже стал как техникой именно расцветления окрашивания. Мягкие переливы цвета на волосах можно создавать как в натуральной цветовой гамме, так и применяя актуальные уже не один сезон яркие оттенки. Получается просто целостное окрашивание. Фиалковые оттенки, ультрафиолет, розовый, бордо, винные оттенки. Раньше это смотрелись отдельными прядями, то сейчас это в целом смотрится все грамотно и целостный образ. И естественно нет эффекта парика. То есть с помощью Аиртач можно сделать действительно очень объемное и красивое окрашивание. Важно отметить, что окрашивание Аиртач выполняется только сертифицированными специалистами, которые прошли обучение непосредственно у авторов методики. Одними из первых начали практиковать Аиртач в Челябинске мастера имидж-студии Елены Ивановой. Этой весной в Челябинске состоится двухдневный грандиозный праздник красоты и грации, кубок губернатора и чемпионат мира по танцевальному спорту. Подготовка к такому событию ведется уже почти год, причем задействованы все, кто неравнодушен к бальным танцам. А там, как юные художники создавали символ чемпионата, смотрите прямо сейчас. Челябинск по праву считается танцевальной столицей России. Ежегодно наш город принимает турниры по бальным танцам федерального масштаба, а этой весной предстоит выйти на новый уровень. В апреле у нас состоится чемпионат мира. Подготовка к такому событию ведется уже несколько месяцев и задействованы в ней поклонники бальных танцев самого разного возраста. У нас сегодня будет проходить урок по оригами. Мы будем создавать символ птицы счастья и символ нашего чемпионата. У нас сегодня присутствуют дети, кто занимается в студии постоянно. Сегодня приедут дети новенькие, кто не занимались вообще еще ни разу. Ну и, конечно же, дети, которые участвуют в чемпионате, тоже делают сегодня символ своего конкурса. Я первый раз делаю. Хорошо. Получается. Очень интересная идея рождения этого символа. Мы отбирали очень много фотографий для того, чтобы размещать их на билбордах. И когда мы собрали множество фотографий, это, как правило, были красивые танцовщицы в парящих юбках. И наложение этих многочисленных фотографий друг с другом. В результате этого родился символ. Летящая юбка, летящая красивая девушка и превращающаяся в птицу, порхающая, стремящаяся вверх. В планах организаторов проведение таких мастер-классов в разных школах и творческих коллективах нашего города. Этот флешмот мы запускаем не только сегодня в нашем маленьком коллективе, но и на всю область. Надеюсь, что это подхватит такой конкурс этих танцевальных птиц, разные-разные слои. И детишки прежде всего. Во время финального шоу планируется флешмоб с участием всех этих птиц. Зрителям предложат запустить символ чемпионата с трибун. Международный российско-итальянский проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» в наступившем 2018 году успешно продолжается. 5 февраля в Челябинск снова приезжает итальянский пластический хирург доктор Гайя, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. Доктор Гайя провел десятки тысяч операций в направлении антиэйдж с использованием нитевых хирургических и инъекционных технологий, а также операции по коррекции формы носа, век, подбородка и многие другие, включая подтяжку живота, коррекцию ягодиц и мамопластику. Являясь сертифицированным на территории России пластическим хирургом, доктор Гайя принимает в Челябинске пациентов города и области. Благодаря проекту «Эстетическая медицина Европы» стала ближе жителям нашего региона, а медицинский туризм в Челябинске становится популярным явлением. Ближайшие встречи с доктором Гайя состоятся с 5 по 9 февраля в медицинском центре «Арт-Медика». День одной цены в Тессуре. Приятные цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тессура на Тимире Азила 26. Студия красоты Гуфа поздравляет всех с Новым Годом! Январь. Время позаботиться о себе. В студии Гуфа специальные цены на профессиональные программы ухода за волосами от марки «Редкин». Студия Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Ди-ФМ представляет. Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах «Царь горы». 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз – гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру Согласитесь, чтобы посещать спортзал 2-3 раза в неделю, а то и каждый день, нужна жесткая мотивация. Для участников проекта «Тачка за прокачку» таковой является главный приз – автомобиль. С каким результатом закончился очередной сезон? Смотрите прямо сейчас. Каждый из нас мечтает о своей идеальной фигуре. А вот участники проекта «Тачка за прокачку» уже успели достичь результатов. Ведь на протяжении двух месяцев они испытывали на себе различные способы похудения и набора мышечной массы. От косметических и физических до полной смены питания и стиля жизни. Сегодня у нас финал пятого сезона проекта «Тачка за прокачку». В этом сезоне я лично принимал участие, всю программу испробовал на себе, показав еще раз в очередной раз всем участникам, что невозможное возможно и за короткий промежуток времени, за два месяца можно получить крутые результаты. Во-первых, пятый сезон интересен тем, что он был уже не в двух, даже в трех городах. Удаленность участников друг от друга создала определенные сложности для контроля друг друга. Наверное, это больше их мотивировало. Как всегда, от сезона отличаются только участники. Кто-то заходил с большим весом, кто-то заходил со средним весом, кто-то заходил очень худой и худой, им нужно было наращивать мышечную массу. То есть цели у всех были разные. Ну, в этом проекте я участвовал первый раз. Понравилось и работал со многими участниками, и мне нравились результаты. Ты не выиграешь тачку, если ты будешь лежать на диване. Нужны, во-первых, это общение, во-вторых, это новые знакомства, это очень интересно. Мотивацией для участников проекта стал автомобиль, что, собственно, и заставило многих бросить вызов своему привычному образу жизни. В десятку лидеров попали те, кто смог перевыполнить свой фитнес-план. Режим спортсмена сложно входить, но если к этому привыкать, ввести в свой рацион питания вот эти вот этапы, это потом становится все легче, легче и легче. И сейчас у меня это уже мой образ жизни. Буквально два месяца всего надо на это потратить, и образ жизни на будущее тебе обеспечен. Вообще, любой проект, в который мы заходим, это какой-то определенный толчок жизненный. Пинок, тот волшебный самый, которого нам не хватает в жизни, порой смелости самим куда-то зайти. Поэтому вот захожу на проект, думаю, что в команде будет работать проще со специалистами. Победу реализовала над собой, над силой воли. То есть главная победа была во мне. Буду, конечно, продолжать придерживаться диеты, тренера. Кайф получил определенно. Собственные цели тоже. Как бы я заложил себе определенные привычки, какие-то навыки приобрел. То есть уже дальше будет проще. Цель организатора была набрать мне 3 килограмма. Свою я цель поставил 4 килограмма. Я ее выполнил. У меня масса впечатлений. Я не ожидал, что выиграю, победа будет моей. Но я зашел с целью улучшить себя, свою голову первую. Ну и подкачаться, тело. Потому что я давно хотел это уже сделать. И вот моя цель исполнена. Желанную цель я выполнил. Специалисты утверждают, для того, чтобы сформировать привычку, требуется 21 день. А чтобы полностью перестроиться и окончательно изменить свою жизнь, требуется гораздо больше времени и усилий. Все это у героев проекта имеется. А потому многие из них решили принять участие и в следующем сезоне. Кстати, регистрация на шестой сезон уже открыта. Так что присоединяйтесь и совершенствуйте. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске идеи европейских дизайнеров, воплощенные в трикотаже. Тема трикотажа по-настоящему всесезонная. Зимой главным предметом этого направления становится джемпер или кардиган. В наш модный век, когда дизайнеры увлечены различными фактурами, это находит отражение и в простейших трикотажных моделях. Что, кстати, делает их более эффектными, выходящими за рамки будничного кэжела. Фактура трикотажа может быть и в формате объемного 3D-принта, например, имитирующего букле или представленного в анималистической тематике. Еще одна идея с трикотажем осенне-зимнего сезона носит эклектический характер. Графический принт и кружевная аппликация консерватору могут показаться явным перебором. Впрочем, подобного рода идеи вполне в духе современной моды. Их можно смягчить с помощью однотонного низа или же напротив усилить, подаваясь каким-нибудь эффектным и таким же фактурным дополнением. Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном, об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. И я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима? Неужели она ей не подошла? Проект команды «Бьюти Тайм». Мода как бизнес. Смотрите на 31-м канале. Элегантный дизайн новой коллекции. И неизменно высокое качество. За которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Ди-ФМ представляет. Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах. Царь горы! 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз – гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. В современном мире невозможно представить жизнь активную и успешную без заботы о своем внешнем виде и внутреннем состоянии. И часто к этому вопросу приходится подключать специалистов – косметологов, массажистов, диетологов, фитнес-инструкторов и даже психологов. Как мужчины, так и женщины хотят выглядеть хорошо. Мы работаем с организмом в целом. Проводим процедуры на область лица, шеи, декольте. Также мы работаем на укрепление опорно-двигательной системы. Работаем с застойными изменениями, работаем с лимпостазом, назначаем правильное здоровое питание при необходимости добавки в рацион. То есть необходимо комплексно работать, чтобы решать такие глобальные проблемы. Тем более с нынешней экологической ситуацией, с нынешней обстановкой. Это является просто необходимым. У многих людей есть стереотип, что посещать косметолога нужно только в зрелом возрасте. Сегодня концепция красоты и здорового образа жизни меняется кардинально. И правда, раньше считалось, что косметологу нужно приходить уже с какими-то изменениями, уже с выраженными проблемами. То есть, чаще всего приходили женщины от 45 лет. Нынешняя косметология все-таки направлена на более молодой возраст, направлена на профилактику каких-то изменений. Косметология помогает решать очень многие проблемы и очень многие задачи, поставленные перед ней. Начиная от самых минимальных проявлений, заканчивая выраженными дефектами. Нужно помнить, что косметология – это тоже труд. И не только опытного специалиста, но и, конечно же, пациента. Поэтому важен правильный домашний уход, соблюдение рекомендаций врача, а также системный подход к красоте и здоровью. Самое основное в косметологии – это все-таки постоянное наблюдение и постоянный контроль. То есть, диспансерное наблюдение пациента, ведение. Если мы начинаем работать с пациентом в более молодом возрасте, то есть возможность профилактировать данные изменения и данные нарушения. Сегодня в арсенале специалистов по красоте есть инъекционные и аппаратные методики, проверенные годами мануальные техники, массажи, обертывания, которые входят в состав детокс-программ, и это не считая диетологии и фитнеса. Сегодня важно и нужно заниматься собой вне зависимости от возраста. Ведь это решает не только эстетические вопросы, но и делает человека здоровым, уверенным в себе и, в конечном счете, счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok